Мы находимся с вами на небольшом пруду Сент-Эпполит, а я работаю в школе рыбалки Сент-Эпполит Кабарио. В нашем распоряжении есть чудесный, по-настоящему живописный уголок природы, где плавают несколько крупных рыб. Здесь водятся форели и несколько других видов, и сейчас нам надо решить, кого из них ловить. Это не всегда очевидно. Сегодня отличная погода, и у нас несколько вариантов хорошей рыбалки, потому что есть легкий ветер, который будет нам немного мешать. В любом случае, это будет тренировка ловли нахолстом. И мы попробуем заняться рыбалкой здесь. Представляю вам мое орудие труда. Это удочка Piam Concept, длиной 10 футов. Она у меня уже несколько лет, ее перестали выпускать. В свое время это была отличная удочка. Она моя любимица, я много с ней рыбачу. Прежде всего, на водохранилищах и подобных водоемах. Оно состоит всего из двух колен. У меня шнур 5-6 Scientific Angler, типа WF, или торпедообразный. Он хорошо сопротивляется ветру и создан специально для этого. Когда есть ветер, с ним гораздо легче попасть приманкой точно в цель. Эта трехметровая удочка идет в комплекте с катушкой с барабаном. Это простой Large Arbor. С нее хорошо разматывается шнур и вообще не бывает проблем. А это шнур Scientific Angler 6-7. На всех удочках у вас будет указан допустимый вес. Здесь надо использовать именно 6-7. Либо 6-й, либо 7-й. За пределами этого диапазона вы рискуете перегрузить удочку. То есть она станет слишком тяжелой для точного заброса. К концу этого шнура я прикрепил поводок на 1,8 метра, который присоединяется к шнуру через небольшой коннектор, простое в изготовлении. Шнур глубоко заправляется в этот коннектор, так чтобы ничего не болталось. Добавляем пару капель клея и перевязываем. Тогда все пройдет хорошо, и он будет разматываться сам, облегчив вам работу. Я использую тканый или плетеный поводок, в зависимости от ситуации. Затем я монтирую подлесок. Вы можете поставить сокращающийся или двадцатку. Затем вы по новой завязываете стыковые узлы с помощью остатков лески. Дальше все зависит от того, как вы забрасываете. Точнее, того, как вы хотите, чтобы мушка ложилась на воду. Быстро или медленно. Если вы поставите длинный поводок, то ваша мушка будет дольше лететь до воды. А если поставите короткий, то повысите скорость, и мушка будет ложиться на воду гораздо быстрее. Но проблема будет в том, что вам придется крутить ручкой, чтобы вернуть шнур назад. Эту технику применяют на крупных реках и больших водоемах. Для обычных рек шириной не превышающих 70 метров используют другую удочку. Она называется Уинстон. Это Роллс-Ройс среди нахвостовых удочек. Длина 2,7 метра. Она немного короче, но это очень хорошая удочка и отличный инструмент для рыбалки. Затем надо выбрать шнур. Я выбрал вариант Triangle Taper. Этот шнур прекрасно рассекает воду, отлично ложится. С ним у вас никогда не будут болеть ни спина, ни плечо. Не будем забывать, что ловля нахвостом это прежде всего удовольствие. И обязательно все должно быть естественно. Тут уже нет плетеного поводка. Это поводок с узелками. И все действия выполняются полуавтоматической катушкой. Потому что мы находимся на реке с достаточно сильным течением. Необходимо ловить свободный конец шнура. Когда у вас на крючке уже дергается рыба, важно, чтобы позади вас было не слишком много шнура, иначе вы можете просто потерять рыбу. Вот этим полуавтоматическая катушка и замечательная. Это отличный инструмент для ловли в реке. С барабаном удобно ловить в пруду. Но, конечно же, также можно ловить и на реке. Он универсален. Вот такое у меня снаряжение. Ну и, конечно же, в конце обязательно стоит поговорить о мушках. Замечу, что мушки у меня собственного производства. Я не люблю их покупать. Я сам связываю мушки на специальных тисках. Я покажу вам, как я это делаю. Это будут две мушки. Одна для реки и одна для водохранилища. Сначала, конечно же, для водохранилища. Я много ловлю на стример. Есть два типа стримера. Стример из мрабу с оленьим мехом. Они бывают разноцветные и часто задают вопрос, как же форели различают цвета. Я думаю, что различают, хотя я не уверен в этом. У нас есть желтый, черный и снова желтый. и бывают стримеры из заячьего меха. Они очень мобильны в воде, много двигаются. Здесь очень хорошо заметна разница. Еще у нас есть синель фритц. Когда она попадает в воду и размокает, то становится похоже на малька. Это все мушки для водохранилища. А теперь мы перейдем к речным мушкам, потому что на реках не ловят на стримеры. У нас есть поверхностные мушки или эмерджеры. Все это мушки моего собственного изготовления. Есть на любой вкус. Крупные, мелкие, разноцветные. Главное посмотреть на небо, понять, что там происходит, какие летают насекомые, какие садятся на воду и найти ту самую, которая лучше всего совпадет с природой. Это очень важно. Это у нас утиный хвост. Он знаком всем рыболовам. Это все мушки домашнего изготовления, как и предыдущие. Ни одна не куплена в магазине. Есть более крупные и мелкие модели. Когда ловишь на мушку, нет смысла просто закидывать шнур в воду и чего-то ждать. Надо смотреть по сторонам, видеть, на что клюет рыба. Существует бесконечное разнообразие мушек. Я не могу представить сразу все виды. Только небольшой обзор своей коллекции. После изучения всего этого можно отправляться на рыбалку. Вы отправитесь на весь день и целый день будете без еды. Да, все удовольствие в этом. Ну, а здесь у вас будут муравьи. Спарелли иногда питаются муравьями, поэтому я сделал мушки похожие на муравьев. Муравьи бывают красные и черные. Насекомых много, все зависит от того, что происходит в воздухе. Так, ну, а теперь берем удочки и на рыбалку. Вперед. Я буду ловить на самую обычную мушку. мушка в стиле буги-вуги. Эту мушку сделали мои ученики из клуба Кабарио. У нас есть школа нахвостовой рыбалке. Мы обучаем молодежь и ловле хищников, и поплавочной рыбалки. Есть разные варианты. Все могут приобщиться. Мы приглашаем добровольцами знающих людей, а здесь мы потренируемся и попробуем поймать форель. Надеюсь, нам это удастся. Итак, забрасываем. Это движение, которое должны разучить все, кто только начинает ловить нахлостом. Оно не совсем очевидное. Надо забросить и выпустить шнур, при этом стараясь положить его так, чтобы он не ударился об воду, потому что если на реке вы ударитесь шнуром об воду, вся форель разбежится. Необходимо делать плавный заброс. Ловля нахлостом это не прорезкость и брутальность. Все должно происходить естественно. Забрасываю ровно вот так, выпускаю шнур, он уходит и возвращаемся. До того, как шнур упадет на землю, я его подхватываю и отправляю назад. Надо выбрать свое расстояние. найти место, где есть рыба, потому что она не держится на одном месте. Первый заброс делайте не слишком далеко. Пусть мушка плавно упадет, ведь она слегка огружена. Можно подождать. Если потянет рыба, движение будет достаточно резким. Шнур держим указательным пальцем, а ладонью подтягиваем, то есть потихоньку тянем его на себя. Необходимо пробовать разные варианты. Тянуть быстро, потом плавно, или даже теребить. Зажать шнур между большим и указательным пальцем, а потом перехватить мизинцем и все по новой. Большой указательный мизинец и все сначала. Я называю такой способ вязанием. у него конечно есть другое, более общее название, но я пользуюсь именно этим. Мне так удобно и привычно. Я совершаю широкое движение, но без резкости. Надо, чтобы движения были максимально естественными. Делайте так несколько раз, пока не найдете рыбу. Как видите, можно попробовать забрасывать на разное расстояние, даже довольно большие. Впрочем, когда сильный ветер, это, конечно, не лучший вариант. Итак, ищем рыбу, пока не найдем самую красивую. Можно варьировать скорость. да, в этом месте, кажется, никого нет. На реке все иначе, потому что надо постоянно менять заброс. Например, если вы вынуждены забрасывать вниз по течению, то необходим заброс зигзагом. То есть шнур должен быть расслаблен, течение должно его подхватить и выпрямить. И как раз в этот момент вы можете почувствовать поклевку, если ловите на тонущий шнур. Всегда помните об этом. Пока все непросто. Она где-то здесь. Работать надо плавно. Рыбе не нравится, когда ее тревожат. она дама капризная. Аккуратно выводим. Вот так. Аккуратно. м м м м м м м м м Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...